итак короче я уже почти закончил монтировать видео и понял что кайсу пацаны не очень да я с этим соглашусь я выдумал вы сами это поймете но сразу же извиняюсь потому что ну у меня телефон как бы не пиздец охуенно нет samsung и сзади камера 5 мегапикселей я хотел взять телефон другой но не было возможности это сделать поэтому я снял это телефон потому что я уже хотел снять потому что я вам давно это обещал сделать и поэтому я снял на телефон до качества не очень не прям что пиздец смотреть можно пацаны это мой вам подарок сестра нас тысяч подписчиков большое спасибо что вы мне смотрите ставите лайки я очень вам благодарен и также напоминаю что скоро будет конкурс пацаны совсем разберусь сейчас у меня есть много идей для развития канала поэтому сейчас совсем этим разберусь и будет обязательно конкурс на мазинке все всем приятного просмотра пацаны всем привет с вами кирилл и вы на канале кирилл game и сегодня с пультного видосик пацан наконец-то обзор моего компьютера компьютера принципе поэтому пацаны с вас это лайки рум туры как-то так он называется в принципе я вам давно это обещал это мой вам подарок на 13000 подписчиков вам большое спасибо за то чтобы все еще смотрите меня сегодня будет такой подробный обзор видосика есть у будет не длинный но то подробно расскажу про все свои девайсы и компьютер компьютера в этом середине давайте так сделаем как только на этой серии наберется 200 лайков я разберу свой компьютер и подробно вам все там покажу поэтому зависит только от вас поставьте лайки и подписывайтесь на канал думаю давайте начнем именно с комнаты как она вообще выглядит ну вот такая вот простенькая принципе комната погода сейчас не очень на улице поэтому пацаны извиняюсь за то что возможно цвет какой-то хреновый на видосе потому что погода реально не очень а ждать хорошую погоду это означает что я долго буду снимать этот видос вот так принципе выглядит мое рабочее место сейчас подробно разберем все в принципе детали то и как вообще вот компьютер сам блок этот как выглядит в принципе вот так вот я думаю вы понимаете да я использую качестве стабилизатора сэлфи палку но я думаю будет нормально потому что себя в руках держал бы было бы не то вот такой вот монитор кстати давайте дизайнера подробно все разберем давайте начнем наверно сын нужно раз коврика начнем в принципе вот такой вот коврик отеч называется он течь там все дела но я думаю вы принципе понимаете их обычный коврик я не помню сколько он стоил на самом-то деле деле ну вот такой вот коврик вот такая вот мышка chrome какой-то не знаю что за мышка я уже скоро пиздец будет же скоро и будет просто реально пипец по сути поэтому надо будет мышку это менять стоила на я не помню сколько где-то 1500 где-то что-то в районе того наушники мои пацаны любимые наушники в принципе вот они мои любимые наушники такие такие же наушники есть кстати у булкина вот так вот они в принципе выглядят вот такие вот наушники называются не сомик модель помочь жип 956 если я не ошибаюсь вот написано в принципе сомик можете заметить то это не 2000 рублей в ревнах это 800 чем-то гривен короче если что я думаю вы поймете класс наушники для вас обтягиваются совуются в принципе подсвечивается и также есть такое специальный здесь пультик сейчас вам покажу вот он в принципе этот пультик вот так он выглядит вот так он выглядит тоже подсвечивается здесь есть кнопка сделать громче тише потом выключить звуки выключить микрофон в принципе вот такие вот клавиши здесь есть довольно таки классный реально мне очень нравится микрофон прям охрененный микрофон пацаны всем советую по сути недорогой как бы повторюсь этот микрофон также есть у булкина и у его девушки кристи очень охренний микрофон особенно с ютюбера который живет не сам потому что если вы стримите вы можете спокойно там выключить микрофон вдруг если что какая-то ситуации ну понимаете думаю Так, следующая вещь у нас это, в принципе, Wi-Fi, TP-Link. Мне до этого тоже был TP-Link, такой белый Wi-Fi маленький, с одной антенкой. А этот другой уже TP-Link, с тремя антеннами, в принципе. Ну, как по мне, блядь, что тот так само Wi-Fi раздавал, что этот, поэтому разницы нету. Этот покрасивее там, возможно, как-то, но особого толку от него нету. Как бы, расстояние не увеличилось. Была одна антенна, что такое было расстояние, что три антенны, то же самое, в принципе. Стоит он в районе тоже 2000 рублей, 800 чем-то гривен, короче, он стоит, либо 700 чем-то, я точно не помню. И самое мое любимое, в принципе, это монитор, пацаны. Монитор этот очень даже необычный, в принципе. Это игровой монитор, на котором делают игры. Он может становиться, как книга. Таким образом, сейчас я, в принципе, вам это покажу. Ну что ж, я думаю, не у каждого монитор может таким образом сделать. Просто, пацаны, это монитор игровой, на нём делают игры. Он стоил где-то в районе, получается, 5000 гривен. И он покупался три года назад. Ну, 5000 гривен, это, ну, 10 тысяч рублей. Сейчас же он стоит 10 тысяч гривен, это 20 тысяч рублей. Как бы, да. Давайте я включу монитор, чтобы вы, возможно, поняли всё. Вот так вот это всё выглядит. Можно там через программу как-то перевернуть его. Но я этого делать не буду, потому что я не помню, как это делается. Но, знаете, что он может вот так вот, в принципе, делать. Я думаю, это довольно-таки прикольно. Но мне это не нужно, в принципе. Это нужно тем, кто делает игры. В принципе, во всех компаниях, которые делают игры, используют именно такой монитор. Ну, а вот так вот он включен, выглядит в нормальном состоянии, в принципе. Опускается вверх-вниз, получается. Ну, я думаю, вы поняли. Не, очень классный монитор, мне очень нравится. Сука, дюймов точно не знаю, где-то 26 примерно, может больше. Так, как же есть вебка? Называется она TUST, или как RUST называется? Блядь, я, в принципе, на неё стримил, я думаю, вы все помните. Но вебка такая себе. Почему я сейчас без вебки стримлю постоянно? Потому что они, сука, не работают драйвера. Поэтому в пизду её выкинем, нахуй. Ну и что есть? Такой фонарь, так сказать. Ну, как фонарь. Светильник, в принципе. Не знаю, блядь, он брался ещё давно. Поэтому ничего о нём сказать не могу, короче. Так, вот как выглядит моя клавиатура. Это тоже от Edge. Если что, в принципе, она меняет цвет, как бы. В принципе, у неё зелёный цвет есть. Наверное, давайте я лучше закрою жалюзи, чтобы вам было лучше видно. Что ж, думаю, вот так вам будет намного лучше видно. Так, нажимаем клавишу. И, в принципе, вот, есть два цвета. Такой бирюзовый, синий и зелёный. Вот эти клавиши красные не механические все. А остальные, они обычные, в принципе, да. Стоила эта клавиатура 2500 или 3000, я точно не помню, рублей. В ривнах это 1300 гривен, где-то примерно что-то типа того. И, ну, классная клава. Мне, в принципе, очень нравится. Ну что ж, вот, в принципе, вот так вот выглядит корпус. Сейчас я вам покажу его. Если что, вот так он светится там. Есть два вентилятора, либо три. И они довольно-таки неплохо светят, как по мне. Кстати, этот корпус я недавно купил. Стоит он 1300 гривен в рублях. Это, ну, где-то 3000 рублей, короче, он стоит. Поэтому довольно-таки неплохой корпус. Мне очень нравится. Вентиляторы светятся. Очень классно выглядит. Ну и вот, в принципе, почти последняя вещь, которую я хотел вам показать. Это кресло. Я его купил зимой прошлой. Получается за 7000 рублей. Поэтому вот такие вот дела. Вот так оно, в принципе, выглядит, пацаны. Давайте я вам покажу. В принципе, вот так оно выглядит. Очень удобно. По мне, реально, очень удобно. Но видите, из-за того, что на нём часто сидишь, видите, оно стёрлось. Это ничего страшного, потому что это всё будет обшиваться новой кожей. Хотя, скорее всего, это не кожа, да. И видите, здесь всё нормально, в принципе, выглядит, как бы. А вот здесь, из-за того, что часто сидишь, оно протирается, как бы, да. Ну, а так кресло довольно-таки неплохое, мне, в принципе, оно очень нравится. Ну, перешить его просто, перетянуть даже, и всё будет нормально, заебись. Ну, и остались, в принципе, колоночки, вот эти две Sven. Они называются вроде бы как, если не ошибаюсь, либо что-то типа того. Не знаю, вот какая-то фирма здесь написана, поэтому я точно вам сказать не могу, что это за фирма. Ну, эти колонки покупались вместе, в принципе, с компьютером, очень хорошо играют. Ну, и стол, в принципе, стол этот покупался ещё до того, как купился компьютер. Этому столу, наверное, реле 12, ему хоть бы то, выглядит очень даже классно. Ну, давайте, напоследок, вам покажу, в принципе, него новую подсветку, я её редко включаю, но у нас здесь как бы есть. Ну, что ж, давайте я включу, в принципе, подсветку. Да, вот она включилась, в принципе, давайте, я не знаю, конечно, днём, блин, хреново будет вам видно, но давайте я что-то придумаю. Давайте вот таким вот сделаем, у нас его, какой мне больше всего нравится, который, в принципе, так вот переливается. Так, ну, вот так вот это, в принципе, сверху выглядит. Я думаю, вы, в принципе, видите, вот такой вот пульт от этой системы, в принципе. Ну, обычный пультик, я думаю, вам всем понятный. Здесь есть как режим, это вот такой вот, в принципе, чтобы он мигал. Потом вот такой вот режим, плавненький, в принципе. Ну, и вот такой вот режим тоже есть. Знаю, в чём различие, в принципе, может цвет, ну, по-другому просто переливается. Есть какой-то вот такой цвет ещё, точнее, режим. Мне больше нравится вот этот, второй режим. Он такой плавненький и очень нераздражающий такой, я бы сказал даже. Мне очень нравится. Я думаю, вам тоже. Ну что ж, вот в принципе конец видео, пацаны. Надеюсь на вашу поддержку в виде лайков. Повторюсь, как только мы набираем 200 лайков, я подробно сниму обзор про корпус именно, что там в середине, какой процессор, видеокарта и так далее. Всё же зависит только от вас. Если вы набираете 200 лайков, то я сразу же снимаю видос про это. Надеюсь, вы поддержали это видео. Оно вам понравилось. Думаю, что я старался, показал вам всё подробно, что у меня и как. Поэтому с вас лайки, повторюсь, спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok